Уважаемые друзья, идя к вам на встречу, учитывая свой богатый опыт, руководство страной. Я вспоминаю те времена, когда возглавляемые вами органы только создавались. Но, скажу откровенно, это и есть хороший, положительный продукт демократии и демократизации нашего общества в те времена. Мы долго спорили, надо нам, избирательная комиссия не надо, изучали опыт других стран, где, к примеру, и Министерство внутренних дел может контролировать, организовывать и делать соответствующее заключение по выборам. Но, следуя демократическим путем, мы создали наши избирательные комиссии, вертикаль от центральной до соответствующих районов, округов и так далее. И я должен сказать, что это один из тех случаев, когда мы не ошиблись. Но мы и тогда не могли подумать, что ваша деятельность, зона ответственности, та площадка, на которой вы в органах власти находитесь, станет таким полем боевых действий, в котором вы часто сражаетесь на ней. Ну, слава богу, может быть, не везде в одиночку. Но, тем не менее, вам хватает. Я очень рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Я думаю, несмотря на то, что вы короткий промежуток времени находитесь у нас, вы это почувствовали. Люди у нас добрые. Страна тихая, спокойная. Думаю, дай бог, чтобы так было, и вам неплохо будет здесь, и мы окажемся к содействию в вашей работе. Я знаю, что консультативный совет руководителей избирательных органов государств, частников СНГ, создан совсем недавно. Наверное, самый молодой орган в рамках СНГ. Это свидетельство о том, какое большое значение в наших странах придается организации выборов и референдумов, совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой, как я уже сказал. Это уже, откровенно будем говорить, поле боя предвыборной и выборной периоды, где главным действующим лицом являются органы Центральной избирательной комиссии и избирательная комиссия вообще. Сегодня выборы – это одно из главных, если не главное, политическое событие в жизни любой страны, особенно у нас. Я думаю, уже пора нам прекращать, уделять такое серьезное внимание, отдавать значение выборам. Обычный должен быть политический процесс, тогда и вам будет легче. Качественная подготовка выборов, прозрачность, честность гарантируют поддержание политической стабильности, сохранение мира и порядка в обществе. В этот период каждое слово из ваших уст очень серьезно воспринимается, и народы наши привыкли верить в то, что говорит председатель Центральной избирательной комиссии и подчиненные ему структуры. Наши оппоненты, как мы знаем, уже, наверное, во всех странах это прочувствовали и почувствовали. Этот электоральный период всегда пытаются использовать в собственных интересах. Если не получается спокойно, то где-то использовать известные революционные и нереволюционные мятежные методы, чтобы противодействовать действующей власти и так далее. Все мы были подвергнут таким испытаниям белорусством, в том числе в 2020 году, но мы всегда искренне и честно признавали, что не бывает так, что вот из-за границы на нас надавили, и мы начинаем или шататься, или у нас кто-то по улицам начинает болтаться. Значит, есть и внутренние какие-то причины. Мы эти причины знаем, мы их четко определили, сделали соответствующие выводы, извлекли уроки из тех событий, чтобы не повторилось это снова. В концепции национальной безопасности, которую мы приняли недавно на Всенародном Вече, Всебелорусском народном собрании, мы закрепили термин «электоральный суверенитет». Речь идет о защите наших интересов национальных, неотъемлемом праве государства проводить выборы и референдумы без оглядки на окрики и давление извне. Мы, тем не менее, с нашими друзьями, партнерами, с вами готовы, в первую очередь, с странами СНГ обсуждать наработки нашего законодательства, обеспечение безопасности избирательного процесса. Очень важно, что существует такая международная площадка, как наш Совет, который стал местом эффективного взаимодействия накануне электоральных кампаний, а как свидетельствует ваша практика, вообще в жизни, не привязываясь ни к каким кампаниям. Я не раз говорил, что в этой связи нам нужно действовать сообща, вырабатывать общие принципы деятельности наших центральных комиссий, вырабатывать законы, подзаконные акты и практику нарабатывать, чтобы у нас не было больших расхождений. Нужно изучать мировой опыт. Вряд ли мы там что-то подчеркнем, наверное, мы уже все изучили и приняли у себя дома соответствующее решение. Важно разрабатывать собственные стандарты. Главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, это не то, как нам навяжут какие-то принципы по понятиям со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько будут соответствовать наши законы и подзаконные акты Конституции и насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное. Мы также уже находимся в предэлекторальном периоде. У нас скоро будут президентские выборы. Мы исходим именно из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну и так далее. Что касается наблюдения за выборами, мы никогда не были против этого наблюдения. Что касается СНГ, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Мы в ближайшее время пригласим Игорь, да, ничего не направляли приглашение. После назначения. После назначения направим приглашение всем вам, чтобы вы могли приехать и посмотреть на то, как проходят президентские выборы. Для нас это очень важно. Ваш вот такой дружеский совет, замечания или даже критика, они воспринимаются всерьез. Сегодня мы думаем, что делать с этими так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем, их приезд это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут. Я даже уже дошел до того, что последние выборы я огласил то, что нашим спецслужбам стали известны эти протоколы и документы, с которыми они приехали. Они приехали уже с документами заготовленными, но мы ждали, когда они огласят, а потом обнародовали то, что они привезли и то, что огласили. То есть, их не интересует этот процесс. Они уже заранее определили то, что они будут делать в нашей стране и итоговое заявление. Поэтому мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, с представителями Российской Федерации, это наша ближайшая союзная страна, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались тем мнением, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали с талмудами своими и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой. Сейчас немаловажно гарантировать безопасность выборного процесса и очень важно, чтобы после выборов граждане доверяли тем результатам и ходу выборов в той или иной стране. Особенно на молодежи обращаем внимание. Здесь в поле зрения, прежде всего, политическая грамотность молодежи. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является, и это не секрет, и основным уличным орудием цветных революций, поэтому особое внимание мы уделяем молодежи. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями, и если у вас есть такой опыт, а я уверен, он есть, вы в ходе посещения Беларуси и работы поделитесь своими наработками и знаниями. Я абсолютно уверен, что взаимодействие наших центральных избирательных органов страны СНГ позволит успешно решать самые серьезные задачи и проблемы. Мне очень хотелось бы, чтобы мы и впредь сохранили вот такое деловое сотрудничество предэлекторально-электоральные периоды, и не только, которые сложились между центральными избирательными комиссиями. Это, как у нас говорят, дорогого стоит. Нам это ни в коем случае нельзя потерять. Большое спасибо вам за то, что вы пришли сегодня ко мне, и я с большим удовольствием готов выслушать и поделиться своими мнениями и впечатлениями от работы соответствующих избирательных органов наших государств. Александр Григорьевич, разрешите несколько слов. Во-первых, мы действительно выстроили такое достаточно тесное взаимодействие между нашими избирательными органами на пространстве СНГ, как в рамках консультативного совета, так и в двустороннем порядке. И особенно мы выстроили тесное взаимодействие в рамках наблюдения за электоральными кампаниями, которые проходят в наших странах. Здесь мы руководствуемся исключительно принципами объективности, беспристрастности, уважения, суверенитета. В условиях тесного международного сотрудничества мы оцениваем происходящее в различных странах избирательные кампании. Такая оценка опирается, в первую очередь, на нормы конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах, участниках СНГ. Это уникальный документ, который ратифицирован нашими национальными парламентами. Ну и, конечно же, соотносим это, в первую очередь, с национальным законодательством каждой страны. Те изменения в Конституции Республики Беларусь, которые были приняты на республиканском референдуме в 2022 году, положили начало масштабной политической модернизации нашей страны. И это символично. Вот 17 сентября мы отметили государственный праздник, День народного единства. И 85 лет назад наши предки определили идеологию, созидательный вектор объединения белорусского народа, разделенного, вопреки его воле, тогдашним геополитическими игроками. Этот исторический урок мы усвоили, поэтому в современных реалиях проводим государственное строительство, в том числе и совершенствование избирательной системы с целью укрепления суверенитета и независимости страны, обеспечивание народовластией и консолидации гражданского общества.